Так, ну что ребят, всем привет, сегодня будет ролик по поводу XRP, ну и соответственно XRP у нас на пути роста, поскольку Apple рассматривает возможность покупки активов компании Celsius. Ну и посмотрим, что сегодня новенького мы узнаем. Сообщается, что Apple, платежная компания блокчейна, стоящая за криптовалютой XRP, рассматривает возможность приобретения. Согласно сообщению, заинтересована в том, чтобы узнать о Celsius и его активах. Но опять же таки, июньские показатели о банкротстве в главе 11 показали, что Celsius владеет разнообразным имуществом и в том числе хранящиеся на депозитарных счетах и кредитах. Мы знаем, что Apple пытается купить Celsius, почему? Потому что Celsius позиционировал себя как тип криптобанка и менеджер, это сказал у нас менеджер по цифровым продуктам BlackRock. А BlackRock, я напоминаю, владеет очень многими компаниями, в том числе на фондовом рынке и также они заходят в крипту сейчас. И объем денег у них, по-моему, где-то около нескольких триллионов или 10 триллионов, что-то такое, я не помню точно. Вот, поэтому, а сейчас вся капитализация крипторинга, опять же таки, это не все влитые бабки, имейте в виду, это просто показатель подросла из-за того, что цены подросли. Где-то около 1 триллиона, ну я думаю чуть меньше, ну 500 миллионов как минимум, поэтому, ой, 500 миллиардов, извиняюсь, как минимум. И, соответственно, сеть Celsius, это у нас регулируемая совместимость SEC, кредитная платформа, ну и, соответственно, поэтому, тем не менее, поиски Ripple могут повести к благоприятному исходу. Неясно, стремится ли фирма полностью приобрести Celsius. Потом опять выходит новость по поводу того, что у нас, как бы, Ripple смотрит на Celsius и подготовка крупной сделки, что они там собираются делать. Ну и, соответственно, обанкротились они там на 4,7 миллиарда долларов, ну и генеральный директор компании сказал, что если Ripple удастся приобрести Celsius Network, этот шаг может стать первой крупной сделкой компании с момента ее основания в 2012 году. Ну, не знаю, пока непонятно, за сколько они ее купить хотят, ну, может быть, кто-то нашел, и, соответственно, говорят, что на балансе у них отсутствует около 1,9 миллиарда долларов у данной компании, сколько у нее должно было быть. Ну, естественно, они просто скаманули и кинули людей, мне кажется, это не самое удачное решение для Ripple, как бы, покупать со скамившуюся компанию, не знаю, какой там смысл, но, наверное, есть. И в 2019 году Ripple, не торгуемая на бирже, заключила партнерское соглашение с одним из крупнейших имен в секторе денежных переводов MoneyGram. Вот, и, соответственно, с начала 2021 года Ripple Labs ведет печально известную судебную тяжбу и, таким образом, в нарушение федерального закона о ценах бумага. Вот, и, соответственно, также вот у нас Ripple Labs может купить Celsius, ну, по поводу этого сказали, что интересно узнать, а также об активах, и он должен знать, что там у них находится. Ну, опять же-таки, все, в принципе, то же самое. Ну, и, как бы, официальных заявлений от обеих компаний пока что еще не поступало. Также еще по словам представителя компании заинтересовано, но, опять же-таки, тут новость плюс-минус такая же. По поводу, соответственно, Брэд Шерман, представитель США, задается вопросом, почему SEC не преследовала криптобиржи, которые торговали XRP. Вот это, кстати, интересный вопрос. Ну, перед этим, помните, задавались вопросом, почему в отношении там эфира битка не занимаются. Ну, биток там вообще типа Сатоши Накамото, но, ребят, я более чем уверен, что, как бы, за этим Сатоши Накамото стоят просто америкосы, которые его втихую разработали. И, напоминаю, он вышел как раз во время, а то и там после кризиса 2008 года, в 2009 году его запустили. И как аналог доллара, чтобы потом на него перейти, подсадить людей, а так как там прозрачный блокчейн, чтобы не было, ну, как бы, никаких, ну, понятное дело, они все равно будут, я думаю, какие-то хитрые схемы, как, ну, соответственно, вводить-выводить бабки там и так далее. Но все равно имейте в виду, ребят, что государство это все будет регулировать, и мы будем у них как на ладони. Поэтому к этому все идет, чтобы все платили налоги, а они сидели, нихера не делали. Идеальная схема. Вот, поэтому комиссия по ценам бумагам и биржам СЕК подверглись АЭС-кой картине со стороны американского законодателя, который поставил под сомнение причину юридической снисходительности финансового регулятора к ведущим криптобиржам, которые обработали значительное количество токенов XRP, несмотря на то, что квалифицировали актив как ценную бумагу. И он говорит, что уделяло биржам больше внимания и деятельности крупных рыб. И выступая 19 июля, он сказал в комитете палаты и спросил у всех, почему они отказались возбуждать уголовные дела, судебные процессы против криптобирж и в том числе за то, чтобы возбудить дело против XRP как ценной бумаги, но упустить из виду деятельность ведущих бирж, которые обработали тысячи транзакций с его участием. Если XRP это ценная бумага, а вы так считаете, я думаю, почему все эти криптобиржи не нарушают закон? Шерман поинтересовался. Ну, во-первых, он забывает один момент, что они возбудили уголовное дело против компании Ripple, а не против токена XRP. И токен XRP это вообще отдельно взятая единица и никак к этому не относится. А во-вторых, соответственно, там же предъява, что XRP не является ценной бумагой, ну, отчасти относятся. Ну, нужно понимать, что предъява-то они кинули компанию Ripple, а не самому токену. Вот, поэтому нужно это иметь в виду. Поэтому, ребят, Шерман также поинтересовался, что достаточно ли обещания криптовалютных бирж в будущем, чтобы оправдать их, несмотря на то, что они нарушили принципы всех. Да нету там никаких принципов, я вас умоляю. Это же просто смех, понимаете. Вот это что демократия, что принципы. У них нету никаких принципов. Вы до сих пор этого не поняли. Поэтому, выступая против защиты Гайвала, Шерман отметил, что такие биржи, как Poloniex, мелкая рыбка, крупная рыба, управляющая крупными активами, провела много десятков транзакций. А почему, допустим, не, я не знаю, там, Huobi, Binance, либо многие другие. Вот почему именно Poloniex? Мне просто интересно. Это типа они решили потихонечку скамить одну за другой биржей. Да, ну, как бы окей. И также призывает к полному запрету криптовалюты, говорит, что не был самым большим поклонником растущей индустрии в мае 2019 года, призвал к полному запрету цифровых активов. Ну, за нас с вами переживают, ребята, а то не дай бог заработаем, еще и налоги не заплатим. Вот, поэтому я ищу коллег, которые присоединятся ко мне для внесения законопроекта. Да никто ее запрещать не будет, это, по-моему, очевидно и так. Запрещающего покупку криптовалюты американцами, чтобы мы привлекли это в зародыш. А знаете почему? Потому что сейчас пока еще можно заработать хорошие иксы. Они пытаются якобы запретить криптовалюту, и чтобы по отношению к криптовалюте было такое себе, да? Ну, какое-то скептическое. А потом, когда оно уже отрастет, когда биткоин будет по 100 тысяч плюс, там и так далее. И суть не в позитивных новостях, а в том, что они просто переведут нас с обычной фиатной валюты на крипту. Вот и все. И потом, вот как это все будет происходить. Поэтому потом они скажут, что, ребята, все, запреты все снимаем, криптовалюта это good. Будем, соответственно, инвестировать теперь в крипту и с прозрачным блокчейном пользоваться тем же XRP, там, биткоином и так далее. Поэтому будем все отслеживать, чтобы за вами следить. Поэтому имейте это в виду, ребята. Все делается не просто так, и делают они все, что выгодно им, в первую очередь, если кто вдруг не знает. В декабре 2020 года SEC возбудила дело против Ripple, ну и, соответственно, вместо удовлетворения требования регулятора Ripple Labs решил обратиться в суд. Дело тянулось почти два года, и последние решения были вынесены в пользу Ripple. Ну, опять же таки, я считаю, вокруг Ripple это просто так вот цирк разыгрывается, естественно. Но этот цирк, судя по всему, еще до марта 2023 года будет. И, кстати, интересная новость, что когда на Ripple Labs приближаются к прорыву, и, соответственно, рынок позитивно отреагировал на июльский отчет об индексе потребительских цен, и ADA и XRP подросли на 4%, вот это да. Вот, ну, я открою секрет, подросли, потому что весь рынок подрос, а не потому что там вышел отчет именно от ADA и XRP, а другие монеты на 50%, а то и 100% подросли. И что? Ну, то есть, 0 новостей. Вот именно ADA и XRP на 4%, да, они в день могут по 10% туда-сюда, вверх-вниз ходить, это для них стандартная практика, а 4% так тем более. Вот, дальнейшее давление со стороны покупателей может помочь этим токенам войти в новый восходящий тренд. Ну, понимаете, вот тут больше самой новости, чем вот это, самого движения, 4%, вот это да. Ты шо? Вот, когда она выросла более чем на 4% за последние 4 часа, поскольку рынок продемонстрировал признаки бычьего импульса. Ну, как мы видим признаки бычьего импульса, ну вы скажете, ну это ж в моменте имелось в виду, да какая нахер разница? Ой, ну ты шо, бычий цикл, прям красные свечи пошли, на 4% в моменте подскочили, сейчас опять валимся. Ну да, ну да, бычий цикл прям лютый. Вот, ну разворот рынка прямо, сука. Вот, Ликвинта купила Trustline в качестве перехода к инвестиционной бирже на основе блокчейна XRP Ledger. Тоже очень интересная новость, в том числе, что у нас, чем интересен для сообщества XRP Ликвинта, это компания, в которой сейчас можно купить акции компании Apple, но сделать они это могут только аккредитованные в США инвесторы. И с приобретением Trustline Ликвинта намерен расстроить разработку первой единственной в мире децентрализированной биржи ценных бумаг на частном рынке. Используя запатентованную технологию Trustline, биржа Ликвинта будет проверяемой, публично прозрачной на 100% основанной на блокчейне XRP Ledger. Так вот, и говорят они, что мы приобрели Trustline и за ее передовую технологию блокчейна интеллектуальную собственность, включая гранты XRP на сумму 200 тысяч долларов, выданные в рамках программы грантов XRP Ledger. Поэтому, ну, планируют они дальше сотрудничать и, как бы, эта платформа финансовых услуг, построенная на XRP Ledger, предназначена для предоставления эффективных и экономичных платежей, торговых и кредитных услуг, аккредитования инвесторов. Ну, то есть, уже можно будет акции компании Apple покупать через данный, у нас, я так понимаю, фонд или что, через данный посредник. Вот, японский банк также у нас, Шенсай, ну, я так понимаю, Шанхай у нас запускает вознаграждение в XRP Apple для своих клиентов. Тоже, видите, позитивный новостной фон, несмотря на судебные тяжбы, да, ведущий японский банк, Шанхай Банк, предлагает своим пользователям возможность зарабатывать вознаграждение, когда они пользуются его услугами. Эта компания объявлена вчера и продлится до 31, ну, короче, акция, не компания, а акция, продлится до 31 октября 2022 года. И, по данным банка, новые существующие клиенты могут заработать до 8 тысяч японских йен. Это 60 долларов США в Apple и XRP, когда они оказывают различные услуги на платформе. Некоторые из услуг у нас, которые дают клиентам в Шанхай право на вознаграждение в XRP, включают открытие учетной записи, внесение первого депозита, первый вход на портал и так далее. Ну, то есть, обычные аэрдропы, как делают, допустим, биржи, либо кошельки. Например, клиент будет вознагражден купоном на 500 йен, это 3,72 доллара США, когда пользователь откроет новую учетную запись. Однако, при выполнении межбанковских переводов клиент заработает до 2,500 йен, это практически 19 долларов США. Примечательно, что пользователям будут выдавать денежные купоны по электронной почте. Купон можно будет использовать только в XRP и биткоине. Вот, поэтому вот такая вот у нас новость. Также число активных у нас кошельков на текущем этапе XRP демонстрирует аномальную активность, и активные адреса XRP за лето несколько раз демонстрировали рисковое увеличение до рекордных значений, ну, что я вам показал на регулярной основе в своих роликах. Количество XRP, находящихся в обращении за последние сутки, также продемонстрировало всплеск и находится на рекордном уровне. При этом количество новых учетных записей не демонстрирует каких-либо аномалий, а наоборот находится на низком уровне. Некоторые внутри сетевые показатели не обязательно коррелируют с ценовым движением, и индикаторы активного кошелька Sentiment показывают тревожные сигналы на фоне роста последних дней, когда XRP вырос с минимума 18 июня на уровне 0,28, ну, напоминаю, этот же минимум был у биткоина, до 40,30 центов, и несколько раз индикатор показывал значительный приток активных кошельков, при этом 17 июля было установлено рекордное значение за всю историю. Ну, скорее всего, потому что там у нас победил XRP в суде над сектом, ну, якобы в моменте, да, ну, а сейчас, как мы видим, канитель продолжается, люди активизировались, XRP начал подрастать на этом фоне немножко, ну, и все-таки, о, надо закупать там туда-сюда, ну, а сейчас всем опять неинтересно, все ждут пампа за 24 часа, да, поэтому тот ролик и набрал больше всего просмотров, потому что люди ждут халявы, понимаете, люди ждут быстрых заработков, ну, как бы, они-то заработают один раз, но потом эти бабки просрут, они просто не соображают даже этого, понимаете, вот, поэтому несколько раз индикатор у нас показывал, и при этом, соответственно, за всю историю наблюдений более 272 тысяч адресов. Кроме того, оборотное приложение XRP за последние сутки также продемонстрировало всплеск активности и сейчас находится на рекордном уровне. Это обычно рассматривается как бычий сигнал, однако при этом число активных и новых адресов в сети остается на низком уровне, демонстрируя снижение. Ну, как бы, это наоборот хорошо, потому что сейчас никому нахер XRP не нужен, можно его закупить на днище, некоторые считают, что это скам. Ну, мне нравится вот эта их политика, ну, не политика даже, а вот этот идиотизм со стороны хомячков, которые говорят, что это скам, то есть любая монета, которая у них падает, у них это скам. У них XRP это скам, ИЦП это скам, а какое-то говно по типу там, я не знаю, шибы там, либо доги, это не скам, это там прорывная технология. Я не спорю, что эти монеты могут выстрелить там, и замечательно, что они продолжают там свою разработку, цены удерживают, это все классно, они сильнее рынка себя показывают. Но, ребят, ну это же просто смерть, надо это понимать, потому что многие другие какие-то перспективные монеты, то есть у них там, я не знаю, сейф пал, токен аппаратного кошелька, который связан с бинансом, у них это скам. Что там еще там, какой-то монета ТКО, это тоже скам. Ну, то есть просто потому, что монета падает вниз. То же самое аналогичная ситуация с XRP. А многие другие какие-то скамные монеты, по типу там, Чия, еще какое-то говно, то есть они говорят, что это перспективная технология там и так далее, и все, это классные монеты, ты не соображаешь. Ну, как бы окей, хорошо, посмотрим, кто там чего не соображает. А потом, когда XRP выстрелит эти же Олухи, которые, скорее всего, на хаях заходили в него, а теперь в минусе находятся, они зайдут точно так же еще раз, небось, на несвободные бабки, на какие-то кредитные, заемные, ну, и потом скажут, что, о, XRP опять упадет на дно, они опять скажут, что это скам и так далее, потому что им завидно, что кто-то другой может откупить. Так, сука, а в чем проблема тебе вкинуть эти бабки, да, и зайти на днище? Ну, то есть, если ты баран, ну, кто ж тебе виноват? Поэтому, ну, в принципе, как мы видим, что 2% людей, по сути, зарабатывают, а то и 1% на крипторынке, ну, может быть, максимум процентов 5. И то, как бы, даже не на трейдинге, а на инвестициях, потому что люди банально подождать даже не могут, понимаете? Я предупреждал, что здесь будет сбор ликвидности, ну, кто дождется, тот еще сможет закупиться, как и я, допустим. Ну, я ожидаю, в принципе, что может выйти какой-то черный лебедь. Сегодня, по идее, должен у нас быть отчет по инфляции в США, либо он уже вышел, я еще не смотрел. Ну, в общем, будем смотреть и ориентироваться на это. Ну, и плюс 21 сентября у нас будет следующее заседание ФРС, потому как минимум еще месяц-два будет эта канитель, ну, а потом будет понятно, либо мы уходим в более глубокую медвежку, либо, соответственно, у нас будет уже восстановление рынка, и в процессе уже будет понятно по движению цены. Но, чтобы быть в курсе всех событий и, соответственно, заходить на самых донных значениях и выходить на пиковых, то, соответственно, для этого есть закрытый клуб. Кому интересно, пишите в личку. Всем удачи, всем пока!